Боевики с начала суток 46 раз нарушали режим тишины в зоне АТО, сообщают в штабе. Огонь ведут на Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях. Жарче всего по-прежнему в так называемой Авдеевской промзоне. Там побывала моя коллега Ирина Баглай. Едва успеваем доехать на позицию за Авдеевкой, как со стороны оккупированного Донецка начинается обстрел. Под огнем ствол шахты Бутовка и ближайшие позиции армейцев. Вот такой звук. Это сейчас идет танковый стрел наших позиций и позиции надо уходить в укрытие. Забороняю перемещение между позициями. Я принял и прием. Минометы, танчик работал. С другой стороны слева оттуда. Там получается у них развязка, там дорога как раз. Оттуда работали. Катаются так по периметру полностью. Начинают моста, отработал. И все сюда. Боевики поменяли тактику. Начинают обстрелы с крупного калибра. Потом по убывающей после танка бьют из минометов. Евгений с товарищем на этой позиции глаза подразделения. Спускаться в укрытие приходится только во время мощного артобстрела. Уже наловчились. По узенькой лестнице слетают вниз за секунды. И так же молниеносно снова на пост, когда обстрел стихает. Когда свистит страшно. Когда пулеметные, там так. Внимание уже не обращаем, как бы. Позицию не бросишь. По-любому. Надо же следить, если будет шуровать пехота. И действительно, после тяжелого вооружения боевики пускают в ход Стрелкова и пытаются прорваться. Об обстрелах военные говорят уже буднично. Минувшую ночь называют относительно тихой. Бывает похуже. А как? Ну, больше минометы работают. Танки. Со стороны Донецка. Спартака. Сама Авдеевка по городу бьет. Каждый день там свет пропадает. Только изробляет сразу. Буквально там полдня и опять света немает. На обратном пути замечаем между позициями свежие воронки от мин. А на дороге, ведущей в Авдеевку, вот такой новый привет от боевиков. Прилетел со стороны захваченного поселка Спартак. И взорвалась. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.